За последние три года в туристическую отрасль Казахстана было привлечено инвестиции на сумму 4 миллиарда долларов. Однако потенциал страны используется не полностью. Об этом заявлено на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смайлова. Он особо отметил меры по развитию индустрии туризма в стране, указав на необходимость прорывных проектов в этом направлении. С прошлого года государство поддерживает инициативы по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и транспортной сети. Также определены приоритетные туристские регионы в Казахстане, где намечена реализация якорных проектов. Глава правительства отметил, что необходимо учесть потенциал страны и задействовать каждый регион. В вопросе диверсификации экономики Казахстана должно быть уделено значительное место развития туристической отрасли. Было построено более 400 объектов и создано порядка 7 тысяч постоянных рабочих мест. В Казахстане открыты отели свыше 20 известных международных сетей. Этот фактор служит привлечению зарубежных туристов. Только за последние три года наблюдается непрерывный рост экотуристов в национальных парках. Субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Туроператорам предоставляются субсидии на привлечение иностранных туристов. Граждане 80 стран могут посещать Казахстан без визы. Иностранцы из 109 государств имеют возможность получить электронную визу. Расширяется и география международных авиасообщений. Кроме того, глава правительства отметил факторы, негативно влияющие на туристскую отрасль. В их числе недостаточная инфраструктура, ограниченное число мест размещения, низкие уровни логистики и качество услуг. Необходимо выстроить работу на системном уровне, чтобы повысить рейтинг Казахстана в глобальном индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, подчеркнул Алихан Смайлов. Поддержка частного бизнеса и предприятий агропромышленного комплекса Казахстана, а также меры по обеспечению населения жильем. Эти направления были в центре внимания холдинга «Байтерек» в текущем году. На встрече президента Касымжу Мартытакаева с председателем управления холдинга Нурлана Байбазарова было отмечено, что финансирование инвестиционных проектов достигло 511 миллиардов тенге или 1 миллиарда 90 миллионов долларов. Это позволило поддержать свыше 18 тысяч проектов малого и среднего бизнеса. Ожидается, что в ближайшие два года «Байтерек» удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики и простимулирует кредитование коммерческими банками проектов в обрабатывающей промышленности. За 9 месяцев текущего года за отчетный период холдингом профинансировано инвестиционных проектов на сумму 511 миллиардов тенге, оказана поддержка агропромышленному комплексу на сумму 447 миллиардов тенге, введено в эксплуатацию 811 тысяч квадратных метров жилья. Также 47 тысяч казахстанских семей получили новое жилье. В главе государства было доложено о проводимой работе по трансформации и цифровизации холдинга. В рамках данной работы холдинг намерен в течение двух лет удвоить финансирование несырьевого сектора экономики. Для финансирования проектов обрабатывающей промышленности и вовлечения банка второго уровня в кредитование экономики будет активизирована инвестиционная деятельность холдинга. Будут запущены новые программы по пищевой промышленности. До конца года будет создано полноценное экспортное кредитное агентство. Работа от Басбанка будет переориентирована на поддержку жителей моногородов, районных центров и сел. Также холдинг планирует в течение двух лет завершить полную цифровизацию всех услуг и бизнес-процессов. По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по совершенству деятельности холдинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова